всем привет сегодня понедельник 11 апреля начинаются новые будни цветоводы сегодня не очень обычный день сегодня у меня день рождения и погода сегодня на улице просто чудесное солнце и тепло красота а еще у меня на клумбе распустились крокусы фиолетовый и оранжевый прям светится как солнышки и мне вдвойне радостно от того что люди мимо проходящие останавливаются смотрят и улыбаются я сижу я живу на первом этаже как раз работаю сижу смотрю в окошко и мне очень от этого приятно когда пойду гулять собака я вам покажу даже не знаю что поснимать но что-нибудь поснимаю так что оставайтесь смотрите вот мои цветочки смотрите какая красота и оранжевые фиолетовые даже беленькие какие-то вылезли правда они немножко под закрылись потому что уже в тень попали зевс еще скулит хочет гулять а мама снимает цветы такую погоду грех не погулять поэтому мы вышли погулять вдоль гражданского проспекта на нашу любимую аллею уже минут наверно 30 ходим сейчас уже пойдем домой вот наша любимая аллея вдоль гражданского проспекта она начинается от проспекта начальского и заканчивается у метро гражданский проспект а летом здесь очень красиво когда все эти деревья покрываются листьями такая тенистая лейка получается особенно когда солнце светит очень хорошо и цветы здесь посаженные клумбы и кустики подстрижены мы здесь не гуляли зимой потому что были огромные сугробы сейчас все подрастает и подсохло и уже можно гулять поэтому будем теперь ходить сюда зевс доволен нагулялся нанюхался новых запахов такой прям весь счастливый и я тоже очень хорошее настроение так что сейчас пойдем домой уже там скоро сынок позвонит что надо его из школы забирать куча куча людей транспорт едет как будто сегодня и не будний день красота просто хочу вам показать помидоры пока мы пока я их не сняла на праздничный стол смотрите сколько много нас пела не зря их прятала чтобы никто их не таскал стояли у меня за занавесочкой целыми прям гроздьями много-много горсточка но все равно они такие крошечные на самом деле смотрите какие маленькие вот так что мы сегодня их съедим наконец розу хочу вам показать смотрите уже как обросла я только сейчас на нее внимание обратила что они уже столько листьев смотрите здесь тоже так хорошо хорошо обрастает а вот мята которую я посеяла крови не вылезает почему-то ни одного раз . нет и еще хочу показать смотрите какую мне совушку подарили дети сейчас приходили поздравляли такие часики красивые спидистры кстати вот носик у одной из педистры позеленел может быть даже и про про крюнется скоро может быть пойдет в рост очень жду вот листик у этой все больше и больше отмирает а у этой как бы сохраняется все хорошо сегодня хочу вам показать цветы на этой полке стеллажа так потихонечку посмотрим все полочки здесь с края стоит алаказия лек вельвет алаказия сама по себе очень интересная с бархатной листвой вот но видите она как пылесборник она просто собирает на себя постоянно пыль в таком вот состоянии периодически ношу ее мою но это временно и опять это на таком виде я не знаю как у остальных людей но у меня она постоянно цветет вот больше трех листов на этой алаказии я никогда не видела хотя но они периодически отваливаются вырастают новые но она начинает свести цветет она сразу выдает по многу цветоносов один раз у меня одновременно было на ней 5 цветоносов она прям уцветается вообще я не знаю почему может быть у меня такой экземпляр попался не знаю как у остальных она себя ведет если у вас есть такая алаказия напишите пожалуйста в комментариях так ли она у вас тоже цветет постоянно или только у меня такая попалась вот такой вот антуриум это антуриум юта ко мне он попал деленочкой совсем маленькой неукорененный потихонечку мы с ним укоренились и я его выращиваю в обычной смеси как у меня обычные цветы растут уголь чернозем и торф и перлит экспериментальная посадка но отрастет хорошо наращивает листочки вот тоже свежий огромный лист у него вырос и вот цветет уже вот и второй цветонос потихонечку распускается так что полет нормальный можно сажать антуриумы и в обычный грунт в принципе прекрасно растут здесь это стрептокарпус сорт называется карте он у меня тоже требует уже обновления уже очень давно сидит в этом грунте стал вот по краешкам желтеть листики видите цветет хорошо хорошо обильно вот такие вот у него красивые гофрированные цветочки цветочки имеют три уши по краю немножко зеленоватую она им продляет цветение довольно таки долго хотя они белые но цветут хорошо долго здесь же на этой полочке вот такая вот красавица бегонии ферекс это голландская бегония куплена вот такой вот огромный в голландской закупке она довольно таки долго адаптировалась у меня много листиков засушила потихонечку скинулись скид засушили скинули но вот ведь уже стала вырастать выдавать листики домашние так что вроде бы как адаптировались потихонечку и растем вот это это алаказия азлани довольно симпатичное растение она ценится за ее такой вот оттенок блестящий но он увиден в по крайней мере на моем экземпляре видим только под определенным углом у многих хорошие такие попадаются экземпляры которые прям сами по себе такие прямо с фиолетовым отливом но вот у меня такая вот эти не поймать не зацепить этот ее фиолетовый отлив так здесь я уже вот эту агланема показывала здесь на этой полке стоит агланемы вы уже их в принципе все видели но кто не видел расскажу вот это агланема это они амане триколор симпатичная такая довольно компактная хорошо растет хорошо диктует деткуется уже четыре детки вот нарастила с осени такая хорошенькая яркая главным красивая на полочке как ярко нарядно смотрится очень и нам не нравится здесь вот это филадендрон хостат он по-моему он называется вот такой вот тоже симпатичный довольно таки филадендрон я с ним никак не могу найти общий язык сто раз мы с ним переукоренялись и вот на сто первый он только начал более-менее у меня нормально расти не знаю с чем это связано но вот так вот вот это агланема забыла как ее зовут мне написали хотела ее вставить бирку опять забыла потом все вспомни подпишу это агланема крит вместе с вами мы ее сажали стаканчик потихонечку даже вот уже видите выдала листочек из серединки из центра потихонечку растет это агланема они амани ред такая вот симпатичная это спатифилум индонезия вот имеет вот такие вот интересные жатые листья с варегатностью прошу прощения там дети у меня дома кричат вот такие видите очень интересные листочки вот он за это и ценится вот за такие вот листья неравномерно прокрашенные жатые на заднем плане это тоже агланема а сорт называется супер white она у меня сейчас цветет даже двумя цветоносами так рядом стоит это спать и филу вот я не знаю как он называется может быть даймонд ой нет они даем адамина наверно скорее всего он папа ко мне без названия поэтому не могу точно сказать такая вот бегония по-моему она называется бри веримоза вот она у меня здесь очень плохо ведь она прям вся засохла вся сухая а все пытаюсь ее приучить комнатным условием потому что у многих она растет в комнатных условиях у меня никак не хочет придется ее переукоренять и ставить шкаф и здесь еще одна красная главным а это pink star сорт вот я ее срезала и макушку вот она нарастила две сеточки от лука вот такая вот тоже довольно яркая главным а ну потом уже когда вырастет посмотрим ну и все на этой полке больше у меня растений нет так вот все это выглядит а в прошлом видео мы с вами делали обзор вот на эту полочку так что кто не видел буквально видео которое предыдущее на ней обзор на эту полку все а в следующем видео посмотрим либо эту полочку либо нижнюю ну вот и все на этот буду заканчивать свое видео огромное вам спасибо что побыли со мной в мой день рождения посмотрели на мои цветочки спасибо всем огромное за поздравление мне очень очень приятно встретимся завтра пока пока